Привет друзья! Я сегодня хочу открыть вместе с вами посылочку интернет-магазин Хобби Мэджик товаров для рукоделия. В этом магазине вы найдете все для работы с эпоксидной смолой. В интернет-магазине Хобби Мэджик продаются готовые наборы, новинки, различные виды молдов, эпоксидная смола кристалл из кристалл 6, кристалл 7, кристалл 9, силиконовые молды, очень большое количество, 194 разных. Тоже большое количество деревянных заготовок для вашего творчества, для раскрашивания, для заливки эпоксидной смолой. Все что захотите с ними сделать. Красители для эпоксидной смолы, перламутровые, пигментные пасты, пигментный порошок для смолы, различных цветов, тоже очень большое количество. Сопутствующие товары, различные инструменты, приспособления для работы, палочки, перчатки, стаканчики для замешивания, в общем весы и все что нужно для того чтобы начать работать с эпоксидной смолой. Также продается фурнитура, подвески, металлические основы для заливки, то есть вот эту серединочку вы можете залить эпоксидной смолой. Бесплатная доставка от 2400 рублей. Хочу открыть эту посылочку вместе с вами, пришла она очень быстро, буквально за три дня, так что открываем. Открываем, здесь я уже прорезала, осталась здесь. Посмотрите, у меня в посылке набор смолы кристалл 7, это смола для высокого купола и заливки формы. Комплект 150 грамм, то есть здесь у нас компонент А у нас составляет 120 грамм и компонент Б составляет 30 грамм. То есть смола смешивается в пропорции 1 к 4. Одна часть отвертителя и четыре части компонента А. смешивается в течение 5-7 минут. После этого можно отставить в сторону для того, чтобы вышли пузырьки. Смотрите, что еще входит. У нас есть палочки для замешивания, у нас есть стаканчики для того, чтобы отмерить нужное количество смолы и отвердителя. Здесь есть рисочки. Можно, но я обычно использую не мерные стаканчики, я обычно использую ювелирные весы, мне так удобнее. Вот. Если вы хотите использовать мерные стаканчики, то по объему, здесь нужно быть очень внимательны, по объему они смешиваются в пропорции 4 к 1 и 2. 4 части компонента А и 1 и 2 части компонента Б. Также здесь входит в комплект перчатки. Обязательно нужно работать в перчатках, иначе навредите своему здоровью. Может даже развиться аллергия, я читала о таких случаях. Поэтому давайте беречь себя, будем любить себя, заботиться о себе и работать в перчатках. Еще, конечно, желательно защищать органы дыхания. Конечно, лучше купить специальную маску, но для первых пробных работ, либо включайте вентиляцию, открывайте окно, можете одеть медицинскую маску. Это, по крайней мере, будет лучше, чем совсем ничего. Так, смотрите, у меня еще есть два красителя, пигменты, золотой краситель и такой вот гранат. Гранатовый. Он в порошочке. Видите, очень красивый цвет, прямо обожаю такой цвет. Очень насыщенный, богатый такой. Если гранат перемешать с золотом, мне кажется, вообще будет бомбический цвет просто. Так же, смотрите, так же у меня есть три силиконовых молда. Вот такой квадратненький. Молды очень хорошего качества, вы знаете, я уже видела их молды. У них очень глянцевая внутренняя поверхность. Смотрите, вот такой овальный большой молд. Что мне нравится в этих молдах? Что они, у них, во-первых, внутри они полукруглые, то есть у них не резкие грани, а вот такие полукруглые, уже сглаженные. И так же мне нравится, что они очень глянцевые внутри. Это значит, что ваша заливочка будет тоже глянцевой и, в принципе, для первых ваших работ вам не нужно будет ничего с ней делать, ни шлифовать, ни полировать. Это, поверьте, очень большой плюс, потому что шлифовка и полировка обычно занимают очень много времени и требуется дополнительно очень много приспособлений для этого вида работы. Поэтому то, что они такие глянцевые, это просто, ну, просто подарок, можно сказать. Вот. Все. Обязательно застилайте чем-то поверхность вашу, да, то есть не работайте на столе, на открытом, потому что смола застывает и потом ничем не отскребете. Она очень прочно прилипает. Все. Давайте застилать, замешивать смолу. Все. Мы все приготовили для работы. Я приготовила ювелирные весы, надела перчатки и теперь будем заливать смолу. Заливать смолу будем, напомню, в пропорции 4 к 1. 4 части компонента А и 1 часть компонента Б отвердителя. Обязательно сбрасываем тару, да, то есть если вы ставите, если вы ставите, сначала включили весы и потом поставили стаканчик, да, то у вас здесь 1,72 грамма, ну или смотря какой стакан, обязательно тару сбрасываем, чтобы был ноль. За этим нужно очень четко следить. Так, я не буду большое количество смолы смешивать, потому что... Я не буду замешивать большое количество смолы, но давайте замешаем сегодня где-то 20 грамм. Смотрите, смола довольно густая. Так, все, у нас почти 20 грамм, это достаточно. Теперь точно будет 20 грамм. Да, 20-3. Сбрасываем это количество. Снова нажимаем на тару. И теперь мне нужно... Теперь мне нужно залить на отвердитель. Очень удобно, что он с таким носиком. Потому что он довольно жидкий, да, и это позволяет нам очень... Легко дозировать. Так, нам нужно залить 5 грамм компонента В. Все, заливаем. Заливаем 5 грамм. Аккуратненько, не торопимся. В принципе, можно... В разных стаканах. Ну, смотрите, он позволяет дозировать прям по кампле. Поэтому я первый раз встречаюсь с отвердителем в таких баночках. Это очень удобно, вы знаете. Ну, просто я до этого покупала литровые бутылки смолы, да, и отвердитель шел тоже в баночки. Там было не так легко это отмерять. А в этих, конечно, намного проще. И прямо очень можем контролировать очень хорошо этот процесс. Все, ровно 5. Желательно соблюдать пропорции. Я еще готовлю обязательно какие-то такие либо салфетки, либо кусочки бумажного полотенца, чтобы это можно было вытереть носик или вытереть горлышко, например, у смолы, да, чтобы это не застывало, куда-то там не выливалось. Все, берем палочку или что-то другое для смешивания, что вы используете, и замешиваем. Чтобы не торопимся, в течение 5-7 минут мы тщательно перемешиваем оба компонента. Желательно где-то засечь это. Я обычно ставлю таймер на микроволновой печи. Очень удобно. Не нужно следить постоянно за временем. Таймер пропекал, все, значит, все готово. Если даже смола у вас ничем не пахнет, и кажется, что не обязательно защищать органы дыхания, это не так. Их нужно защищать всегда, даже если эта смола не имеет запаха. Эта смола не имеет запаха, в принципе, с ней комфортно работать, но вы все равно должны заботиться о себе, все равно защищать себя. Хорошо проходим по стеночкам, по донышкам. Прямо вот так вот возим, чтобы у нас не осталось нигде не размешанных, не смешанных между собой компонентов. Тщательно перемешиваем. В принципе, если вы не уверены в том, что вы тщательно все перемешали, вы можете перелить во второй стаканчик. У вас уже там точно не останется ничего не смешанного, ни на стенках, ни на донышке. После перемешивания мы отставляем это в сторону. Производитель рекомендует отставить на полчаса для дегазации при комнатной температуре. Обязательно закрывайте сверху чем-то, чтобы не летела туда пыль, там какие-то шерстинки, микрочастицы. Я закрываю вот таким большим стаканом, вот таким вот, пол-ветровым. Очень удобно. И отставляем это в сторонке вот это устойчивое место, чтобы это не упало. Все, ждем полчаса. Все, прошло необходимое время. У нас мало, смотрите, стало совершенно прозрачной, без пузырьков. И мы можем начинать работать. Я пока приготовила несколько сухоцветов, да, для того, чтобы мы могли залить форму. Для этой большой формы я хочу залить, приготовила вот эту ромашечку и вот этот листочек. Мы заливаем небольшое количество смолы. и уже в эту смолу мы будем опускать цветы. Цветы имеют свойство всплывать, потому что они очень легкие. Это сухоцветы. И они в смоле всплывают. Поэтому мы будем заливать в два этапа. Первый этап мы заливаем ну, где-то, может быть, на половину, на три четверти вот так форму, да, и располагаем там и располагаем там растение. Смотрите, во время во время заливки смолы могут появиться несколько пузырьков. В этом нет ничего страшного. Нам нужна просто зажигалка. Или я использую даже иногда спички. и, в принципе, это очень легко убирать с огнем. Так мы быстренько досидим, убираем. Смотрите, ничего не осталось. Ни одного пузырька. Теперь ромашка. Я капаю небольшое количество смолы в центр цветка. Да, потому что обычно в центре образуется самое большое количество пузырей. И немножечко жду пока пока эта смола проникнет в половину цветочка. Потом уже, в принципе, прямо с этой капелькой мы можем опускать. я делаю небольшой такой угол. Можно, в принципе, погрузить ее туда вниз. Можно не погружать. Все равно мы ее зальем полностью вторым слоем, когда будем заливать второй слой. Чтобы заливать второй слой, нам не обязательно ждать, пока полностью все застынет. Мы можем подождать в зависимости от того, сколько происходит полное отверждение смолы или вашей смолы. Эта смола отверждается за 54 часа. То есть, мы можем, в принципе, и через сутки заливать. В общем, как только смола загустеет, можно уже заливать второй слой. Так, я обрежу вот эту веточку, потому что мне нужно будет сейчас еще расположить там листочки. Так, я отрежу за веточку. Так, и сейчас мы будем расположить вот эти листочки. Можно отламывать необходимую длину. и располагать за ромашкой. Да, то есть у нас это задний стакан. Это у нас что? Ага, это лицевая сторона, значит, нам нужно повернуть его вниз вот этой лицевой стороной. Тогда ромашечку нам надо будет опустить все-таки окунуть смолу. Смолу. А мы сейчас сверху просто зальем несколько капелек. так, чтобы у нас листик уже лег на смолу. Иначе между растениями будут образовываться пузырьки и могут там остаться. Все у нас покрыто ромашком. Теперь берем наш листик, ворачиваем его. Здесь уже вы выкладываете все, что хотите, как вам нравится. Я хочу положить вот так. Здесь снизу тоже хочу расположить небольшой листочек. листочек. Так, все. Первое украшение у нас готово. Так, для этого украшения также заливаю смолу небольшое количество. листочек. Так, и вот такой вот маленький, я использую листик плюща, он у нас будет на заднем фоне этих цветочков. Так, сейчас мы их немножечко раздвинем, да, чтобы он вот так сзади у них расположился, но чтобы видны были вот эти кончики. Это у нас с вами вот вторая подвесочка. Так, и третий молд я использую. Так, здесь я хочу использовать вот это растение, оно такими интересными соцветиями, вот такими. Хочу использовать несколько соцветий. Ой! Да, так бывает. Смотрите, какой он высох. Да, с сухоцветами нужно быть очень аккуратными, они очень становятся хрупкими и иногда рассыпаются прямо в руках. Поэтому, даже не знаю, наверное, не получится использовать этот сухоцвет. Так, сейчас попробуем отломить все-таки несколько. Или не отломить, или попробую отрезать. Угу. Главное, конечно, следим, чтобы вот эти вот все маленькие кусочки не попали в наши уже готовые подвесочки. и не испортили нашу работу. Поэтому желательно, конечно, сразу прям залили, все взяли и закрыли чем-то. Да, то есть приготовили какую-то лучше всего прозрачную крышечку использовать, потому что вы видите, что там находится. И все равно как бы интересно, вы будете подходить, смотреть. И когда прозрачная крышечка, это намного удобнее, чем вы будете все время открывать, закрывать и залететь туда и пыль, и еще может быть какие-то частицы. Там шерсть может залететь, если у вас животное в доме. Да, зачем нам это? Нам это не нужно. Все, вот сюда хочу поместить опять фиолетовые цветы. Такая вот третья у нас подвесочка получается. Больше наливать смолу сюда не будем, иначе нам потом нужно будет это как-то сверху перекрыть. Хотя у нас смола позволяет сделать высокий купол. Я думаю, что мы без проблем потом сможем это сделать. Все, это закрываем. У нас готовы три наших молда. Теперь мы можем в отдельной где-то емкости попробовать использовать наши пигменты. Теперь я хочу замешать смолу с красителями и окрасить вот этих двух медвежат. У меня есть формочка поменьше, формочка побольше. Сейчас будем окрашивать медвежат. Я использую для замешивания силиконовые чаши. очень удобно тем, что они многоразовые. После застывания смолы вы просто остатки убираете спокойно и используете дальше. Так, здесь вот поменьше смолы я буду использовать золотой краситель. Обычно такие сухие пигменты нужно очень хорошо размешивать, чтобы не оставалось комочков. Сейчас я их распределю по поверхности и потом уже можем перемешивать. Очень-очень хорошо нужно перемешивать. Смотрите, какой красивый медовый цвет получается с перламутровыми разводами. Смотрите, какой красивый медвежат. Так, все это достаточно. Так, здесь я вижу на поверхности вышло несколько пузырьков. Но сейчас я закончу со вторым медвежонком и возможно, если понадобится у обоих уберу пузырьки с помощью зажигалки. Так, очень удобно вытирать, например, палочку салфеткой. Так, все, берем второй краситель. Маловатая вила. Теперь размешиваем. Аккуратно. Аккуратно. Эккуратно. Аккуратно. Аккуратно. Так, сюда наверно побольше надо смогу, еще чуть-чуть добавлю, все-таки у нас дверь такой побольше, чем тут все заливаем в форму Да, он такой сильно побольше оказался, сейчас еще добавим смолы, еще немножко перемешаем, еще добавим красителя Смотрите какой красивый тоже цвет гранатовый, сразу с переливами Смотрите продолжение в следующей серии Все, да, смотрите, у нас здесь в этом мишке вышло еще немножко пузырей, они уже даже частично сами полопались, но немножко поможем Все, у нас не осталось пузырей совсем В этом медведе тоже самое Все, смотрите, все еще ли Возможно поднимутся еще пузыри, в принципе можно будет подойти также с зажигалочкой к месту где это будет застывать и также их убрать Все, теперь ждем пока можно будет залить в наших цветочных молдах второй слой Все, настало время делать нам второй слой заливки Смотрите, как интересно с этой стороны настолько прозрачный молд, что можно даже увидеть какой получается заливка, да, с этой стороны все видно Очень здорово Все, замешиваем, начинаем замешивать смолу В этот раз я возьму небольшое количество, наверное, я замешаю 10 грамм компонента А и 2,5 компонента В Начинаем перемешивать в течение 5-7 минут Все, я замешала смолу в течение 7 минут И теперь мы закрываем и отставляем на полчаса в сторону Прошло достаточное количество времени, смола дегазировалась Мы будем заливать второй слой Прошло достаточное количество времени Прошло достаточное количество времени Продолжение следует... Продолжение следует... Прошло уже более суток. Я хочу напомнить, что я работаю со смолой Crystal 7 от компании Hobby Magic. Хобби Magic. И хоть написано, что эта смола утверждается в течение от 42 до 56 часов, но по моим наблюдениям, через 12 часов уже смола достаточно твердая. Давайте доставать и смотреть, что получилось. Вот смотрите, какая глянцевая у нас поверхность. Никаких пузырей, я не вижу никаких пузырей. Полностью прозрачное изделие. Доставим следующий. Доставим нашу третью форму. Очень легко достается. Так, и посмотрим наших мишек, которые окрашены цветными пигментами. Это у нас цвет гранат. И золотой. Так, и получился результат. Мне очень понравился и смола в работе, и также молдый. Всем пока и желаю вам успехов в жизни и творчестве. Субтитры сделал DimaTorzok